Ивановская школа номер 58. Небольшая и уже довольно-таки старая, 1954 года постройки. Городские региональные чиновники решили проверить, на что в таких небольших учреждениях распределяются средства модернизации. Вот учитель физкультуры. Она же по совместительству и библиотекарь показывает отремонтированную библиотеку. Раньше, говорит, и зайти сюда было нельзя. А теперь школьник может почитать в тишине, воспользоваться интернетом, принтером и сканером. Сегодня многие родители выбирают небольшие школы, потому что ребенку здесь, наверное, в чем-то более комфортно. И наша задача именно города, мы видим, в том состоит, чтобы действительно все вот эти небольшие школы, их подтянуть по материальной базе, по уровню подготовки самих педагогов до наших мощных школ, лицеев и гимназий. Одна из главных проблем 58-й школы – нехватка бесплатных учебников. Сейчас только 31% учеников пользуются школьными книгами, остальные вынуждены покупать. При этом не стоит забывать, что большинство ребят здесь из семей с небольшим достатком. С покупкой книг обещают помочь депутаты. Всем остальным школа неплохо укомплектована. Здесь учебный процесс оснащен в соответствии с современными требованиями. Два компьютерных класса, шесть учащихся на один компьютер. Начальное звено полностью интернативным оборудованием обеспечено. Ольга Хасбулатова сама когда-то была здесь в роли ученицы. Ее имя даже осталось на доске медалистов. В целом, состоянием своей школы она довольна. За последние два года учреждение изменилось до неузнаваемости. Комфортнее стало везде. Пожалуй, кроме столовой. Трапезная требует незамедлительного ремонта и обновления оборудования. Соответствующая задача перед руководством школы поставлена. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.